Мешает реклама? Жми на крестик! Доброго времени суток! С вами Аракис! Всем привет, всем привет! Да-да-да, и я так понимаю, это будет последнее мое видео в этом году. Да, заключительное, так скажем. И заведомо, да, конечно же, хотел бы пожелать всем еще раз хороших, веселых праздников, лучшего настроения, всего того, чего вы не получили в прошлом году и так далее. Надеюсь, елка не загорится. И сейчас мы добьем этого говнюка с крылышками и начнем ГВ-шку. Да, последнее ГВ, естественно, в этом году. Вечернее мы включать логично не будем, думаю, так поступят многие гильдии, а завтра отвоюем сразу 2-3 войны. И, в принципе, и все. Да, народ, я планирую... Или не делать этого. Нет, все-таки думаю делать, так как я и говорил, я не бухаю и все остальное. Поэтому следующий свой стрим, как я обещал, буду делать на выходных, и следующие выходные припадают вот на второе число. Так как 3-го у меня уже будут дела, буду занят и все остальное. Поэтому 2-го числа... Это я так понимаю, сейчас я гляну, прошу прощения. 2-го числа у нас суббота. Да, поэтому в субботу по многим просьбам, потому что кто-то где-то подальше живет, кто-то ближе, попросили перенести стрим хотя бы на час раньше. Следовательно, теперь стримы, и думаю, в дальнейшем будут проходить в 21.00 по Москве. То есть 20 часов по Украине, в 8 часов вечера, либо в 9 по московскому времени, по российскому. Поэтому буду рад всем. Надеюсь, вам понравилось то, что было в прошлый раз. Кто не был, у вас будет возможность задать свои вопросы и просто, так скажем, пообщаться со мной вживую в эти выходные. То есть в субботу, 2-е число, 9 часов вечера по Москве, 8 по Украине. Да, надеюсь, я не один раз это повторил. Поэтому жду всех желающих, буду отвечать также на вопросы, буду, думаю, дальше проходить хард-башню. Дошел я уже до 55-го этажа, по-моему. Да, засмотрел себе кинчик. Прошел, да, до 55-го этажа. Хотя уже после 50-го тяжеловато, честно, на авто скрывать не буду. Хард-версия это все-таки нелегкая версия. Возможно, кто-то там и сотку пробегает. Но мне еще тяжело. Поэтому вот так, да. Ну, вздыхаю уже быстрее и начнем ГВ-шку. Там вроде как есть кого бить, и, думаю, будет интересно. Особенно первых троих бить, если их, конечно, еще не слили. Так как был сегодня на работе, да. Пока не подошел к начальству. И немножко не разрулили мы с сотрудником. Так бы, наверное, нас раньше и не отпустили. Но хорошо, что я пришел не в 9 часов вечера, а в 5. Да, поэтому сейчас по-быстренькому сниму и уже пойду, так скажем, заниматься делами, подготовках ко всему деянию вечернему. Да, а спонсор нашего сегодняшнего показа, вот эта тетя, которая ниже меня. Не знаю, прикольная картинка, мне понравилась. По-моему, кто-то мне звонит. Ладно. Или звонит. Здоровье, шанскрита. Как вы считаете, по-моему, уру на УГ, и нафиг никому не нужно продать. Так, так, так. Сейчас мы... О, мы загадаем желание с вами, да. 4, кстати, да, я же сегодня не юзал. Почему-то я забываю, раньше, я не знаю, там, ждал бы чуть бы не 10 утра и так далее. Ну, когда вот это вот идет обновление, сразу же жмакал это желание. Сейчас я его, ну, не то чтобы пропускаю, а чаще всего юзаю, там, чуть бы не под конец уже дня рабочего. Так, ну, 4 желания. Кстати, оставляйте комменты, что вам выпало самого такого вкусненького за 4 ваших желания. Мне еще, кстати, давно мне не выпадал, вот, так скажем, вот этот джекпот. Так как это, наверное, самое лучшее, что можно здесь выбить. Ой, блин, перья, сейчас некогда мне их тратить. Ну, ладно, придется потратить. Мне уже и ангел мон выпадал, и царек. Выпадал. Кто мне еще там выпадал? Ну, монстрики я говорил, мне уже раза 3. На, сволота, блин. Ну, хотя, вот, лучше бы 20 кристаллов. Хотя, нафиг мне эти кристаллы. Да, обсуждали вчера с одним из подписчиков. Вот можно было бы, если продавать или передавать, не знаю, там, кристаллы. На этом уже можно было бы зарабатывать, так как многие игроки... Руна! Твою ж... Гитрена кочерыжка. Ну, ладно, хотя бы кристаллы. Ну, 3-4. Интересно, если бы можно было как-то продавать или передавать эти кристаллы, была бы, конечно, общая тема. Опачки, так, больше меня сливать не надо, и сейчас мы выставим защиту, для того, чтобы на меня не нападали. Кстати, отдельно сниму видео по поводу защиты арены, для того, чтобы было наглядно понятно, не что использовать на арене, а какой типаж монстров использовать на арене, для того, чтобы просто на вас реже нападали. Если вкратце сказать, используйте жирных мобов, мобов, которые могут воскресить кого-то, похилить, что-то типа часунки, Ванессы, Бриана, Белки, Веромоса, то есть таких плотных монстров, на которых ты смотришь и думаешь, блин, да я же его буду бить минут 5, ну ладно, нападут. Да, хотя нет, лучше я обновлю арену и нападу на кого-то другого. Вот такой деф зачастую бить никто не хочет, либо очень скоростной деф, если у вас есть, не знаю, Бернард со скоростью в 250 и выше, желательно, потому что меньше, это явно не скоростной, хотя у меня Бернард вообще днище, у меня даже вот Хлоя быстрее, по-моему, 237 скорость, у нее, так, защита хоть выстрелилась, надеюсь, да, выстрелилась. Вот на такой вот деф, какой у меня есть, понятное дело, в моем рейтинге нападают, ну, наверное, раз, может, два в сутки, поэтому я вот, когда поставил этот деф, вот, на моем рейтинге в 1200, я знаю, что я, так скажем, закупорил, то есть это абсолютная защита, священник сзади там посвятил и все остальное, то есть защита 100%, вы понимаете, да. Вот, и, да, почему же мы собрались побить ГВшку? ГВшку, КВшку, кланвар, гильдвар, так, ходила у нас почти, ну, как, почти вся гильдия, половина точно походила, сейчас бабахнем Эдварда, постараемся. Оу, не апнутый Лео, не эвейкнутый. Ой, блин, это, это, это пати вчера против такого дрался трижды, причем трижды против такого пати, ну, трижды мне везло, да, эшир, конечно, ну, сейчас, в принципе, и покажу. Не снял я вчерашнюю ГВшку, так как, да фиг его, знаю, что я не снял, не помню, наверное, я спешил, наверное. Вот, и, так, сейчас, так, 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 и кого мы еще использовали? Мы еще использовали, хочу я просто через Катарину второй бой сыграть, хотя Катарина, наверное, мне не поможет. И, нет, оставим пока здесь часунку, а сюда возьмем Хлою. Да, вот, с таким вот составом я убивал вот это вот пати. Ну, по крайней мере, мне везло. Ага, здесь Лео будет ходить первым, неважно, эвакнутый он или нет, и думаю, вот так, вот так, и вместо часунки, нафиг часунку, мы возьмем Мишки Гами. Он ударит Мишку, Тревор ударит Мишку, это обезьяна по имени Беладеон, походит фиг знает в кого, и, надеюсь, это будет, ну, конечно же, Мишка. Вот, ладно, поехали. Так как, если первого я сейчас бабахну, дальше посмотрим, сколько я процентов собью. Ну, и, в принципе, еще не ходила добрая треть уж точно. Поэтому, оп, Хлоя, естественно, быстрее. Так, нужен ли нам сейчас щит? Если я дам щит, мои походят быстрее, от щита толку нет. Да, не будем тратить, я надеюсь, я сейчас не тупанул, главное снять. Отлично. Блин, и, ну, ах, ты мой. Ой, я в такие моменты, когда сам хожу через Белку, кстати, я на Белку выбил неплохую руну, и когда я ее переодену, вот, когда там будет смена рун, я вам заценю свою обновленную Белку, наконец-то, потому что она новых рун не видала уже тоже месяцев, наверное, пять, как моя Валька. Поэтому будет круто. Надеюсь, и в новых рунах, как минимум, я и поставлю контратаку, а это уже немножко улучшает. О, отлично. Теомарс походил криво, и опять же нам щит. Да не нужен нам щит. Скорость, вы видите, немножко плоховато уравнялась, поэтому, блин. Ладно, бустим на скорость, и вот сейчас даем щит. Теомарс походит, конечно же, в щит. Очень важно следить за вот этой синей полоской, а так баром вам. Если вы за ней следите, вы приблизительно рассчитываете скорость, то, в принципе, на этом вы уже можете где-то там больше шансов у вас выиграть. То есть не ходите как-то рандомно, тупо, глупо, от фонаря и тому подобное. Ну, конечно же, многие, кто сейчас это слушает, и так знают это. Но, кто не знает, я думаю, для них будет информация полезна. В многих видео я это обсуждал, рассказывал. Скорость в игре, не знаю, к сожалению или к радости, решает. Блин, белка что-то сегодня радует меня, по три, по четыре раза ходит. Лай, вообще, красавчик, молодец. Так, ну что, походим третьим? Да, давайте, ну же. Четвертый класс. Ходом снялся щит. Не лучший вариант, но ладно. Котик за собой двери, мать его, научишься закрывать? Так, тут мы выиграли, а здесь, ну, Тревор. Нет, Тревор оказался, ну, в принципе, да, Тревор по-любому будет медленнее, так как у меня более-менее, ну, более-менее скоростной. А кто у меня скоростной? Про кого я вообще говорил? А, Ведро. Так, блин, что-то слабенького он его ударил. Ну же, давай-давай на тысяч пять. Ну, в принципе, это стандартный урон, тем более он не эвейкнутый. Так, и хватит, не хватит, то есть бить. Нет, сыграем сейвови и не будем тайоп. Ладно, добиваем. Так, я так понимаю, все-таки вот эта вот писелюшечка, видите, куда я курсором показываю, иногда вроде бы вот пять процентов, да, вот логически задумывается, что вот, это пять процентов. Но иногда где-то там глаз не досматривает, и он выживает, и эта сволота ходит, ну, в общем, канителька опять начинается. Ну, я надеюсь, в этот раз он сдохнет. Да, не будем тратить на него ход. Отлично. Так, по две тысячи, ну, понимаете, печальный Тревор. Очень печальный. Расстроил он меня. Блин, что-то мне на вилы сегодня прет, реально. Чувствую, тут какая-то подстава. Наверное, будет в третьем бою. Так, добиваем, делаем даблкил. Вообще красавчик. Мишка царит. Ошейник у него, вот этот, конечно, БДСМный. Вообще зачетный. Так, сколько мы там сняли? Четыре процента. А, ну так, я думаю, никто не обидится. По-любому здесь посмотрите, кого не бей. И начнем, в принципе, Деброд или Деброд. Что-то такое. Оу, оу, байти в дефе. Попробуем. Ну, я так понимаю, пати быстренькая будет, но, наверное, не быстрее, чем моя, наверное. О, вот, видите. Меняем местами. А сюда мы... Ой, блин, а вот Катаринка там не нужна. Катаринка. Ой, в жопу Катю возьмем, давайте, часунку. В жопу Катю. Звучало как-то пошло. Так. Сюда мы возьмем пиратига. Блин, у часунки так мне не попадается никакая из них, хотя Хвахи я по-любому, наверное, прокачаю для... Куда я прокачаю? Для некроманта. А вот ей бы апнуть еще первый скилл, так как там все-таки процент поднимется. Было бы неплохо. Тут зачастую Гландс-то не проходит. И так, дальше. Кого мы берем? Сюда, сюда. И наша Хлоя. Все верно выставил? Да, надеюсь. Так. Первая так и мне не особо напрягает, а вот вторая там уже... Как прокатит, там уже будет зависеть все от скорости. Так, пират мой быстрее. В принципе, не важно. Ну, три. Два раскола. Так, так, так. В кого будем целить? В бете? В стриптизершу на шести. Так. Ну же. О, контратака. Контратака. Ну, понятное дело. Вздыхаем. Так. Домой походит быстрее. Попробуем раскол навешать. Отлично. До свидания. Тридцать тысяч. Тридцать три. Так. Что у нас здесь? Баф нам не нужен. А вот так. В Т-Марсе, да. Он более страшный. Ну, так. Будем бить белку. И давай. Так, так, так. Еще раз белку. Нет. Нет смысла бить еще раз белку. Дадим раскол сюда. И будем добивать, естественно, Валю Петровну. Ох. Было аж... Ого. Хватит. Так. Хватит. Вот все. Все. Отлично. Хорош. Отхиливаем. Так. И кого мы будем бить? Думаю, вот этого дядю. Баф нам нужен или нет? Ну, надеюсь, вы видите, да? Все-таки скорость не всегда можно высчитать по полоске. Вот сейчас, хотя у Хлои реально пяточки не хватает. Этого косичка. А вроде как у моего Ашера полностью заполнена. Но вот это в разнице в скорости. У моего Ашера там около 130, по-моему. А у Хлои там около 250, может быть. И не факт, что походит мой Ашер первым. Но сейчас мы это проверим. Надеюсь. Да, все-таки Ашер походит первым. И надеюсь, там, третьим ударом он снимет щит, а четвертым добьет. Ну. Нет. Мать его. Нет. Хватит. Отлично. Так. Ну, здесь нет смысла бить. Так что мы делаем подхил. Либо раскол. Ладно, добиваем. Снимаем. И давай, еще один прок. Нет. Не будет еще одного прока. Ну, здесь, понятное дело, Хлоя сама уже ничего не сделает. Смертница стоит. Блин, сколько же боев заканчивается на том, что Хлоя остается одна. Это жесть. Только сейчас задумался. Такая. Хлоя в дефе, назовем так. Ох, этот нос. Предвкушение. Так, здесь сколько мы сняли? 22. Ух ты, ёпти. 3%. Ой, 2%. Что это так много? А, ну так я сейчас, в принципе, проведу этот бой, а там уже кто бы и кого бы не протачил. Даже, я не знаю, там, даже вот этого вот мы выиграем. То есть, один любой ход, я думаю, не обидится. Тем более, Габелла. Так, первый бой. Здесь, я так понимаю, скорее всего, будет очень скоростной лоер. Чем это нам помешает? То, что нужен иммунитет и нужна скорость. Если мы походим вот так, в принципе, пират у меня через КД одет. И он сможет навалять неплохо. Даже тому же Зайросу и Боретти. Но Боретти в основном делают толстыми. Зайросы там максимум до 20 тысяч хб. Ну, как показывает практика. Так, а вот здесь вот тоже. Не лучший для меня вариант, так как Тайрон. Он даст скорость. И если он походит третьим скиллом, то даже если вторым, это конкретно нам помешает. И что же мы сделаем для этого, чтобы такого не произошло? Да ничего. Скорость у нас, кроме как... Я знаю, что мы сделаем. Мы возьмем Бернарда. Будем молиться и надеяться на то, что наш Бернард быстрее, чем его Тайрон. Вместе с лидеркой. Ну, я так думаю и надеюсь. В принципе, башенка-то у меня на 15 уровня. Точнее, на десятки. На десятки плюс 15 процентов. Так много говорим. Поехали. Киса, твою ж са ногу. Уж спать на кухне. О, ты тоже там? Так. Да. Хлоя моя. В принципе, ожидаемо оказалась быстрее. А вот Луэр, видите, побыстрее моего пирата. То есть у Луэра больше двух сотки скорости. Хотя здесь-то 19 лидерка, у меня 24. Ну ладно, это уже мелочи жизни. Не будем терепить ей и кокосы. Так, здесь желательно убить Луэра. И тычечку в Зайроса. Давай. Еще влево. Твою ж зону. Хотя да, туплю. Если дал тычку и хп отпустил до нуля, следовательно он еще раз его протачит. Потому что висит вот эта анимация. Так, нужен ли нам хил? Да, давайте подхилим. И сейчас попытаемся сжахнуть конкретно Зайроса. Давай. Крит. Нет, не крит. Ну, тоже 6000. Неплохо. Так, добиваем или... Нет, не будем добивать. И сейчас мы делаем даблкил. Смотрите. Я кастую даблкил. Раз. Переходим налево. Твою ж заново! Ну что ж ты творишь? Я ж деньги заплатил за это. Так. О, да. Мой Бернард оказался быстрее. И, надеюсь, мы сейчас убьем Белку. Или Тайрона. Да, думаю, Тайрон нам больше помешает. Твой, ну... Вот это поворот! Да, план мой, чувствую, провалился к чертям собачьим. Ну же. Тайрон. И сейчас мы добиваем Тайрона. Да, мы добили Тайрона. Отлично. Ну и... Ну, нет. Сейчас мы, скорее всего, потеряем Ашера нашего. Да. И сейчас мы, по-любому, наверное, проиграем. Так. Скорость. Попытаемся вырулить на скорости. Главное, нам бы убить вот этого дядьку. Ну же, раскол. Вот это и плохо. Да. Бернарда сейчас потеряем. Он у меня тонкий. 15 кассари хп. Так. Ну же. Сейчас попытаемся вырулить на скор... Не вырулить мы на скорости. И... До свидания, Бернард. Да? Ну же. Виолент. Виолент. Виол. Твою ж... Хитрёна. Кочерыжка. Ну что ж ты творишь? Блин, вы видите. Немножко скорости не хватило для, грубо говоря, уверенной победы. Ну здесь, наверное, нет смысла мне тянуть. Хотя сейчас посмотрим. Оп. Виолент. Так, так, так. Ну же. Ладно. Не будем тянуть. Покинуть. Ну, в принципе, и так хорошо. Ничья. Две победы и одна ничья. Ладно. Таки бейте уже. Но было бы, конечно, красивее и лучше. Так, 17. Это... Ну да. Осталось 2% добить. Это сделает, в принципе, любой. И сейчас мы, наверное, вызовем... Вызовем мы кого-то. Демона, сатану. Так. Ликаны. Фигаси. Ничего себе. Так, и сейчас мы попытаемся вызвать девочку-конфушку. В принципе, пофиг какая. Нам любая будет нужна. Школьная будет, если водяная сейчас упадет. Нет, опять ветра. Это уже третья ветряная, я так понимаю. Которая мне упала. Так, и сейчас мы попытаемся прокачать третий скилл. Третий. Нет, не этим. Третий скилл. Третий скилл. Нам нужен. Ага. Ну, либо второй. Второй у меня уже фактически дамагшенный. Кто-то скажет, что это тупо, наверное, тратить очки на вот эту тетю. Ну, не знаю. Она мне понравилась. Я решил прокачать. Так, это... А, это второй. Собака какая-то. Какая я тебе собака, да? Вот, покажу сейчас навыки. Первый скилл у меня, слава богу, не апнулся. Ай-яй-яй. Вот, малин еще один нужно будет для хода. В принципе, скажу вам так, на практике, когда прохожу, допустим, там, формлю локу ею, либо еще там что-то делаю. Первым скиллом она в сумме наносит около, ну, в моих рунах 10 тысяч урона. А вторым скиллом она наносит около, там, пятнашки. Неплохо сжахает. Плюс 30% шанса крита. Так как у меня шанс крита, он там, фактически 60. В принципе, она два раза сжахает критом и неплохо сносит монстров. Вот, ну, естественно, руны подобраны чисто для... Я их буду еще переодевать. Это так я от фонаря одел для того, чтобы просто быстрее фармить гигатом. На дракона я еще не брал, потому что у нее очень мало хп. Это очень мало. То есть, по сути дела, сколько там, 12 с половиной тысяч хп, мало. Очень-очень мало. Поэтому какую-то руну я и сменю на хпшку. Вот, а сейчас покажу, какую руну я одену на белку. Вот белка у меня сейчас, вы видите, в эндурике. И... Очень плохом. А, даже 19, почти 20 тысяч хп. Точнее, почти 19 тысяч хп. Одену я ей контратаку. Вот, вот эту вот руну. Считаю ее неплохой. Плюс еще что-то апнется. Надеюсь, хорошенького идеально будет, если это будет скорость. Сейчас прям мы это и сделаем. Так, 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 так. Ну же. Точись. Нет, не точится. Вы видите, лаги, конечно, через ногс. Реально жуткие. Ну, точись на 12. Точнее, на 11 сначала. Блин, потратил уже миллион реально на все эти руны. Одевал эту ковбойшу. Чтоб ее колотила. Ну же, давай быстрее. Мне тут уже пылесос ждет за народ. Так что это последнее видео в этом году. Буду заканчивать сейчас после заточки. Прощаться с вами и идти заниматься хозяйственными делами. Так как скоро Новый Год. Не знаю, сколько у вас времени. У меня уже 6 вечера. Украина, Одесса. Ну, уже давай. Блин, который раз. На 11. Я что, блин, на 15 точу. Кстати, сегодня точнулась руна. Где она у меня? Сейчас покажу. Тоже под конец. Она у меня была плюс 12. Со второго раза я ее точнул на 13. Еще с 2, ну максимум. С 3 точно. Потому что сидел на работе. Буквально пару раз тыкнул. Она точнулась на 14. И потом с первого раза на 15. Я офигел. Вот. Ну, в чате это видели тоже народ. Вот такая вот. Ну, уже давай. Кстати, ее же я одену. Ответную вот эту вот руну, которую точнул на 15. Тоже на белку. Еще бы, конечно, Виолента выбить. Четвертый слот на ХП. Шестизвездочный. Вообще будет идеально. О! Ну, а будет бонус к свойствам. И что мне нужно? Ну, в принципе, резист. Не помешал бы. Не помешал бы резист. Либо процент брони. Лучше резист. Стой. Отлично. Плюс 7. Вай, молодец. Красавчик. Ну, понятное дело, что вот где эта рунка. Вот она. Правда, 5 звезд, но вы понимаете. Ну, плюс 39. Зато, я считаю, очень неплохие допы. Без всяких там ХП. Не знаю. Простой защиты и все остальное. То есть, в принципе, более-менее для белки не идеальные статы. Но стойкость есть. Здоровье есть. Защита есть. Точность есть. По сути дела. Только отчасти крит урон лишний. Ну, лишним крит урон не бывает. Сейчас не буду ее, естественно, переодевать, так как это дорого. Вот. Поэтому. Вот такие вот дела. Буду с вами прощаться. И еще раз всех с наступающим. Всех вам благ. Побед. Поздравьте маму, папу, бабушку, дедушку, друзей и всего остального. Да. А? Да, любовница жена повторяет. Любовница. Каких любовниц? Ладно. Всем удачи. Всем побед. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok